здравствуйте это вечерний выпуск канала максимадзе и сегодня у нас короче говоря снова gta 4 мы скоро уже закончим проходить эту игру у нас уже осталось совсем немного миссии ну-ка дайте-ка я в статистику загляну где он сколько миссии нас выполнила у нас осталось где-то 7 7 миссий всего у нас осталось и будет полный проходняк полный проходняк наступит скоро игра реально уже закончится но я хочу сейчас направиться к филу давайте направимся к филу к филу почему бы и нет да пофигу все равно сейчас сяду к тебе а после этого приступим к или гамбете может направиться не давайте к филу было направимся там это помню последнее задание уже будет его от филы тула и фендайл и олбер ладно увидимся позже до скорого береги себя эй это не то что ты подумал да ничего мне пофигу все совсем не так мы разговариваем то что быть любезней не болтая особо конечно конечно но филу я не хочу злоупотреблять твоей любезностью но возможно мне еще разок понадобится твоя помощь филу и против степени каком то смысле ну то есть и ах мне нужно кое о ком узнать можешь мне немного помочь айф пак ты шантажировать меня что ли вздумал нет конечно ты что я прошу об одолжении так думаешь я ради чего на тебя работаю не нужно мучку из чем знаешь не похоже чтобы ты был куском дерьма как же я могу тебе отказать ладно хорош болтать пошли мы опять едем к старому дому опять в этот заброшенный особняк и едем я правда не помню зачем уже так почти что прибыли этот заброшенный особняк где-то здесь должен быть так что мы здесь делаем опять вот ты где фрэнки две тачки не знаю что здесь не так опа чёрт федералы за нами все это время шпионили это правительственные спецагенты что ли нико залезай в тачку и езжай за мной я постараюсь оторваться сейчас от них давай отстреливай их нафиг фрэнки блин а эти гады за ними едут давай 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 жаль у меня пулемета такого нет кончился весь фрэнки фрэнки они застряли им пофигу фрэнки 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 полицейские с ними еще сейчас сталкиваться придется нет 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 только не переворачивайся прошу тебя фрэнки 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 пошли вон фрэнки 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 если мы будем много стрелять по полицейским мы сам попадем в список самых самых разыскиваемых людей блин лучше сдерживай сдерживай свои эмоции фрэнки 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 где он там он уже далеко уехал да ничего вон он я вижу его блин я сейчас сюда приеду аниме полицейские меня заметят а нет этим пофигу осторожней нет я опять в разыскиваемой зоне да что ж такое я постараюсь сейчас а я понял это не про это это полицейская машина необычная там непростые какие-то полицейские сидят вот почему это типа враги которых надо уничтожить попал красавчик а вот еще не упусти босса я не не знаю куда мы едем сутки никого они так просто не останутся бросить тачки пешком убираться когда я становлюсь тормози машину и за мной я постараюсь только тебя не упустить еще то отсюда надо выбраться еще сначала дороги эти чуваки так просто не отвернут от нас точно рынки вот эти барахлое багажника бегите за мной нужно воспользоваться моим фургоном опять копы 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 а вот не хватало а сейчас сейчас их подорву все эти фургоны оторвитесь от полиции да ё-моё вот у меня мало здоровья уже честно говоря не сдохнуть бы еще вот только вы постараться а вот он твой фургон тоже довольно классный фургон я щас пилота попробую подвесить ага получилось закрывай дверь сваливаем отсюда быстрее сделайте так что у вас прекратили искать полицейские но блин жаль я не могу позвонить фрэнсису пока выполняю задание функция ухода от полиции работает только если я не на задании вот эта гонка не думал я что и выйду из нее живым но вышел все таки да так вот сейчас отсюда выходим и стараемся дальше не ехать все смотались от них видимо на фургоне нас толком не узнал никто это не тот особняк это вот здесь отлично водишь никого этот героин принесет нам кучу кучу бабла теперь семья пигарина сможет держаться на плаву увидимся сохранимся сохранимся да сохранимся ну а теперь можно и направиться к джону гравели давайте собственно этим мы и займемся сейчас но перед этим я конечно бы хотел бы в магазин оружия съездить и прикупить там гранатометы гравели у нас здесь вот рядом с магазином оружия туда и поедем гранатометы у нас полицейские отняли так это у нас самый первый магазинчик с оружием с оружием который мы только заходим а давайте все выстрелы купим и бронежилет возьмем и пистолетик вот этот да заменено рей прислал сообщение пигарина хочет чтобы мы к нему приехали ты расхваливаешь меня а я тебя поможем друг другу тебя должок если помнишь да 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 я все прекрасно помню заполним и вот это вот еще тоже возьмем сначала сначала мы джон гравель съездим а потом к пигарина я пришел повидать мистера гравели меня послал наш общий друг пошли эй к вам тут кто то пришел вот так ты тот кто был вовлечен в это самобранство для моего дорогого друга джеймса пигарина я не знаю о чем пожалуйста избавь меня от этого мне осталось не так много времени наш общий друг мне все рассказал спасибо что повеселил всегда пожалуйста да а люди чертовски самовлюбленные ну некоторые конечно да все люди даже ты я даже сам старик стоящий на пороге смерти и до сих пор все равно мне все равно как я выгляжу я сруб от тебя придется ай смешно это все ну вроде как да а еще я забочусь о своем наследстве я усе я упорно трудился ради всего на этой ниве а теперь какие то русские скоты решили что они могут так вот запросто контролировать систему зимодство даже если семья занимается уже 50 лет хочешь сказать что те 50 лет которые высосывали кровь из города подошли к концу не я знаю это ужасная трагедия если не я был бы кто то другой то есть например мог бы быть и я да я хотел это сказать твой дружок гомик ну берни крейн его друга в общем с шантажируют эти проклятые русские да я знаю я это уже слышал они хотят чтобы он отдавил какие контракты окна автобусные линии уборка в общем все это контролируем мы эти русские мрази нас хотят прикончить а от меня вы что хотите я хочу чтоб ты работал на меня а что я взамен получу ну в полиции на тебя за вину дело толщиной в дюйм вот его ты и получишь а еще того парня которого ты просил достать и доставить сюда где бы он не скрывался в Швейцарии или где то еще ладно хорошо что я должен сделать один мой хороший друг приезжает в город чтобы сделать выступление и повсюду новые угрозы Либерти Сити русской организованной преступности мне кажется что кто-то не захочет кое-кто не захочет чтобы это выступление состоялось возможно твой любимый Дмитрий Расколов заинтересован в том чтобы эта история не попала в прессу убедись что наш парень добрался до Сити Холл он верит с североштата приедет на вокзал гранд эстон бессмарк приедет на вокзал гранд эстон бессмарк спасибо хорошо если Дмитрий Расколов что да помешать пытается я только за помешать ему этому козлу очкаристому хотя Ника у нас тоже в очках у нас ходит куда нам надо направляться то ах ммм да дайте Роман можешь такси мне позвать Роман это твой брат есть возможность такси прислать хватит тебе вродить пешком сейчас машина подъедет если сюда присмотреться у него на штанах ремень есть что одинаковые машины что ли у такси у тебя хотя они должны быть одинаковые ты куда поехал то что вы вы парни меня ждете Нико Беллик, ты верно? Да, это я. Не выходи из нашего сопровождения, The City Hall. Ясно? Конечно. Бобби Джефферсон. Блин, вот в таком строю ехать я не люблю. Потому что это долго. Очередное дорожное заграждение. Не об этом... Пойду-ка я отодвину эти барьеры, нафиг, блин. Эй. Давай, мистер Джефферсон, надо отсюда убираться. Ух. Ох, ты ж, ё-моё. Так, вот там ещё сверху, зараза. А чё, повсюду враги одни, что ли? Блин, из-за этого огня ничего не видно. А-а-а, вот вы где, скоты. Так, один вот тут. Нет, нет, тихо, 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 тихо. А как они заспаунились, интересно? Вот так вот. Так, 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 так. Выходите, скоты! Так, я тут. Безопасное место. Куда в безопасное место? Интересно бы знать. Чуть-чуть ради эти дорожные... Да, русские, и опять здесь. Сильные русские, но мы с ними справились. О, это еще что за препятствие такое? Почему мы на него заехать не могли? Не знаю, кто ты, но ты довез меня сюда. Это лишний раз доказывает, что некоторые эмигранты в душе. Я сказал Джону, что ты был молодцом. Хорошо, хорошо. Ладно, направляемся к Пигарине. Да что ж такое, опять... Мистер Гравелли, я отвез вашего друга в сети-холл. Его выступление начинается с минутной минуты. Ты отлично справился. Слышал, по дороге возникли осложнения. Всегда можно быть уверенным, что русские что-нибудь допредпримут. Как можем стягаться с этими заезжими гастролями? Когда у них так горит глаза? Вы же работаете со мной, мистер Гравелли. Увидимся. Этой миссии, которой сейчас будет, нам хватит здоровья. Пест контрол. И вот это не просто с этим парнем, он трепещет. Вот он, добро пожаловать на военный совет, мой мальчик. Господа, как жизнь? Да ничего, мы обсуждаем борьбу с вредителями. Я дала тебе совет, Пирк. Ты уже сам решаешь, что по-твоему лучше. Согласен. Наконец-то. То есть я не согласен с тем, что он говорит? Расслабься, я ничего этого не имел. Мы либо сделали правильно выбор, либо окончим свои дни за решеткой. Будьте осторожны, увидимся позже. Босс, господа, ты всего лишь соучастник, Фил, не забывай об этом. Босс, должен сказать вам, он ненадежен. Не задолго до того, как он пришел сюда, я видел его с разговором с Энджи. Тебе лучше уйти. Мне нужно поговорить с Нико. Конечно, босс. Как скажете. Не подумайте о том, что я сказал, ладно? Обязательно. Знаешь что, доверься мне в этом. У нас серьезные проблемы. За нами по пятам идет полиция. И может быть ты слышал, меня официально уведомили об этом сегодня. Фил, вчера. Пара наших парней угодила в тюрьму, они могут проболтаться. Кто-то разговорился, хочет вывезти нас из игры. Может, Джон Гравелли или Анчелотти? Кто-то добрался до моих людей. Ну и что ты собираешься с этим делать? Не знаю. Я должен кого-то заткнуть и показать всем, что настроен серьезно. Я давно знаю Фила. Так или иначе, он был честным. Я знал, что Энджи были друзьями, но это меня не особо беспокоило. Возможно, он был слишком честным. Тогда остается только Рэй. Я знаю, я ему не очень-то доверяю. Хотя он хороший работник. Я знаю, он жаден до наживы, но не стукач. Они с Филом ненавидят друг друга. Мне нужно поразмыслить над этим. Ладно, ладно. Я позвоню тебе, когда кто бы тебя не отправил за визитом. Поезжай и заткни предателя. Фу, господи. Это вся миссия, что ли? Ну ладно. На самом-то деле, эта миссия не вся. Она просто... Не сразу так действие начинает. Там в определенном моменте. Ну, если пока ничего не остается, можно направиться обратно к Гравелли. Опа, Пигарина. Нико, я тут поразмыслил над этим и решил тебе нанести... Что нужно завести... Навести... Навестить Рэя. Он залег в Корд Роу в Северной Голландии. Если ты так решил, мистер Пигарина, пусть все так и будет. Поезжайте в Восточную Голландию и найдите Рэя. Зачем грабить такси? Я вижу его машину. Должно быть, он направляется в мастерскую из Калмова. Не особо расслабляйся с ним. Как у всякой крысы, у него хорошо развит интеллект самосохранения. У него наверняка есть дурные предчувствия насчет тебя. Он заплатил за свою безопасность. Едва не будет... Будь осторожен с ним. Да-да-да, я постараюсь быть аккуратным. Убейте Рэя и его телохранителей. Так, вот этим пистолетом стрелять надо. Так, уничтожим сначала машину черную, телохранителей вот этих вот. Черт, побери. Он по мне стреляет. Надо догнать его, убить водителя, а потом грохнуть его как следует. Стоп, он остановился. Стоп, он остановился. Блин, он много здоровья забрал у меня. Встреча пошла по плану, мистер Пигарина. Уборка дома, нелегкая работа, Беллик. В моем доме уже и нечего делать. Я тебе перезвоню. Хорошо, хорошо. Ну, а теперь направляемся за покупкой бирании. Блин, такси все свалили, испугались меня. А, вот, есть одна. Я сейчас остановлюсь перед этим. Так, сначала снова за оружием едем. Ну, точнее, не за оружием, а за броней. Потому что у меня нету... Хорошенько Рэя Бачина грохнули, блин. А, господи, я же в магазин оружия заезжал. Зачем я вызывал такси, чтобы ехать к Гравели? Он же рядом, пешком можно добежать. Так, ладно, идем за броней. Броня сейчас очень нужна будет. Просто вот необходимо. Без нее просто сейчас никак. Здравствуйте, мне броня нужна. Вот так. Без брони никуда. Так, больница рядом. И Гравели должен быть тоже там. Честно, я не смогу как-то обойти в больницу и там аптечку взять. Там же аптечка должна быть в больнице, по-моему. Или может быть рядом. Ну, давайте сейчас проверим, короче. По идее, у больницы должна быть аптечка. А то этот Рэй Бачина слишком много здоровья забрал. Да. Кот есть. И... Аптечка тоже. Отлично. Отлично, у нас теперь все есть. Диннинг Камут. Эй, я рад тебя видеть, Нико. Вы, похоже, мистер Лоэль, да? Вас тоже рад видеть. Я как раз говорил о тебе с нашим общим другом. Он рассказывал, насколько ты был полезен. И мне это очень нравится. Потом он упомянул о Дарко Бревича. Что, правда? Да, он обнаружил этого парня. Похоже, он был не в Швейцарии, а в Бухаресте. Скоро он будет здесь. Отлично, отлично. И похоже, что твои русские друзья получили сообщение. Некоторые из них. Ладно, и что? Думаю, настал наш черед оказывать общему другу услугу. Похоже, в страну приехал какой-то кореец. Который сбывает деньги по образцовым ценам. Это палево, конечно. Настоящего у них не больше, чем в Вейнвудских... Сам знаешь в чем. Очень мило, да-да-да. Я хочу, чтобы ты с этим, короче говоря, разобрался. Убери этого парня. Он делает скверно. То, что он делает, скверно сказывается над экономикой. И совершенно неприемлемо для патриотов вроде нас с тобой. Так кто он? Его зовут Ким Юнг Гук. Он будет очень хорошо защищен. Он трапезничает в заведении Фука. Вот дерьмо. Мистер Гавелли, с вами все хорошо? Да-да-да, я в норме. Пока что. Погоди, а о чем я сейчас говорил? Ким Юнг Гук, где он обедает? Так-так, сейчас. Сейчас. Он обедает в ресторанчике Ящик Риса Мистера Фука. Да, в Олдерни. Не переживайте, я об этом позабочусь. У него рубашка, кстати, как у Михаила Фаустина, мне кажется. Ладно, мы полностью готовы и отправляемся вот в это вот непонятное заведение. Кафешку эту. Да? Зайдите в ресторан. Где Ким? Он наверху, говорит, с управляющим. Но он только никого видеть не хочет. Мы с ним старые друзья. У Кима куча денег, ему друзья не нужны. Давай, убирайся отсюда. Ладно, я зайду на всякий случай. Окей. Стоп. Кабинет управляющего-то же не здесь. Э? Он достал пистолет? Ах ты! Чёрт. Надо быть сейчас... Надо быть на чеку. Ещё люди. Китайцы, походу. Или не китайцы. Ну, похоже на китайцев. И заведение китайское, действительно. Так, я больше не вижу его людей. Может они кончились? Ай! Там ещё появились скоты. Скоты. На! Чё там ещё появились? Больше не вижу ни одного. Вроде бы их больше нет. Но, может быть, сейчас появятся. Последний момент заметил. Где Ким? Кима здесь нет. Он давным-давно уехал. Лучше поищи где-нибудь в другом месте. Эй! Будешь включать дурака, долго не протянешь. Где Ким? Ну, ну, слушай, как ты идёшь, выбежала через кухню. Ах, чёрт побери. Нет, 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 нет. Тихо, 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 осторожней. Где я бронюк, кстати, достал? Я чё-то не помню. Новую. Да что ж такое? Ещё одни! Стой! Злодей! Ай! Никуда ты не пойдёшь! Тихо, 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 ладно, на этом закончим. Скажи, а Ким Кук, он больше не делирует вашу бесценную валюту? Он уже избавился от своей последней фальшивой купюры, мистер Грэвил. Очень хорошо, мой мальчик. Это обещает стать плодотворным сотрудничеством для нас обоих. Ладно, на этом закончим, пока. Всем огромное спасибо, что смотрели это видео. С вас лайков, запишутся, сменяя печные видосы. Подписывайтесь на мой запасной канал, а также группу ВКонтакте. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok